Чемпионат Владимирской области, петушки, динамо-петушки, зид ковров 5-3, перестрелка веселая и вторая победа в сезоне динамовцев. С нами Артем Есенков, капитан и тренер команды. Поделись своими эмоциями от второй победы в сезоне. Как тебе? Ну, конечно, нам не хватало приятных чувств. Давно не испытывали. Сезон тяжелый для нас, поэтому любая победа, конечно, для нас это такой счастливый момент. Начало, конечно, такое, врагу не пожелаешь, как обычно. Мы начали проспали и за 15 минут два получили. Но потом встрепинулись и где-то, наконец-таки, и удача была на нашей стороне. И характер проявили, поэтому удалось игру так переломить и выиграли. Так что поздравляю всех ребят и болельщиков с долгожданностью такой победой. Команда находится, на мой субъективный взгляд, не на своем месте, да, там, третий или четвертый из конца. Очень нормальный старт, да, обыграли Ютекс, а потом провал пошел. Смотрю, и ротация, да, пошла в линии обороны. То есть, ребята практически каждый матч выходят в разных сочетаниях. С чем это связано? Это какое-то тренерское решение или, может быть, там, явка плохая или что-то? Ну, конечно, рабочая команда у нас. То есть, именно, вот, это главная проблема наша, то, что мы не можем собраться в оптимальном составе. Вот, ребята, кто-то на работе, кто-то там с работы, плюс свои, там, бытовые моменты. Вот, поэтому, ты правильно заметил, да, еще ни разу мы, наверное, даже две игры подряд не сыграли, вот, одним сочетанием в защите. Ну, а и там, конечно, вот эта сыгранность, ну, многое значит. Вот. Ну, опять же, такие проблемы, в принципе, были всегда. Вот, к ним, как бы, мы уже готовы, все. Поэтому, ничего страшного. Всех, кто выходит у нас там, не попадая, может быть, в состав, ну, тоже, как бы, не с волейбола мы их взяли. Поэтому доверяем. И, как бы, у меня какой-то паники нет, когда кого-то нет, на его место выходит другое. Ну, это нормально для такой команды, для миссии. Состав очень сильно изменился, да, с прошлого года. Ряд ребят опытных ушло, да, и Егор Ларионов, и Мишель Савельев, и Андрей Подымов, я смотрю, сидит на трибуне. Он сейчас, кстати, в команде, или? Он в команде, да, он в заявке, но в конце прошлого сезона у него микротравма такая была, колено, и вот он играет еще менее в футбол, там, очень много матчей, там себе рецидив сделал. Пришлось оперировать, вот, так что в этом сезоне, дай бог, конечно, если там концовку он зацепит, вот, ну, в качестве зрителя, почти на все домашние игры приезжает, так что Андрюхе тоже спасибо. Вот, ну, а насчет Мишеля и Егора, ну, когда два таких игрока покидают, конечно, это сразу в качестве команды теряет, вот, то, что, на мой взгляд, там, Мишель вообще, там, наверное, лучший игрок у нас в чемпионате был. Вот, Егор один из лучших нападающих, и, ну, и бесследно такие потери не проходят. Ну, ребята так сделали свой выбор, пользуясь другой командой, как бы, им там только удачи могу пожелать. Как удалось восполнить пробел, да, это молодежь подтянули, или как? Молодежь, ну, Игорь Пантелеев пришел у нас из Собинки, вот, в принципе, как раз на место Егора, вот, единственное, да, Мишель и Андрея, там, заменить нам тяжело. Но, я говорю, в принципе, хотелось со временем омолодить и ставку именно на своих ребят делать, вот, в этом году, ну, это само собой получилось. Конечно, думала, что чуть, так сказать, по-гладкому это пройдет, вот, тем более начало такое-то, победа вроде, там, Святкин, плюс-минус, должны были, наверное, выигрывать. Потом, ну, это молодежь, они сегодня играют на пять, завтра на два, поэтому тоже это нормально. Ну, вспомнили про Игоря Пантелеева, да, замечательный сегодня матч Водов, как оценишь его адаптацию в команде, да, то есть он начал с забитого гола, да, и вроде бы сейчас лучшему гардерой команды, но кажется, что теряет моменты достаточно много в каждом матче. Ну, согласен, да, то, что мы, конечно, ждем от него в каждой игре забитые мячи, вот, и моменты у него есть, ну, притираемся, на самом деле. И он команде притирается, и команда к нему, вот, ну, сегодня так получилось, конечно, да, вот он забил четыре гола, вот, в принципе, почти все моменты реализовал, вот, ну, такой игры мы от него и ждем, в принципе, всегда. Вот, ну, я говорю, обычная притирка, так что, если бы он забивал, наверное, все голы, там, все моменты, я думаю, он где-то, наверное, в профессиональном футболе бы играл. Мне пишут, ребята, комментарии, да, когда смотрят видео, и то, что бросается в глаза, комментарии-то неплохие. Ребята пишут, что Динамо-то играет хорошо, но вот что-то не хватает для реализации, там, для исключения ошибок каких-то в обороне, то есть чего-то не хватает для результата. Вот, скажи мне, как тренер, ты в чем видишь вот эту вот таблетку, да, от исцеления вот этих вот поражений, ненужных, может быть, где-то? Ну, команда поменялась, я говорю, для нашего команды, я говорю, 2-3 человека, когда там уходит, ну, и плюс такие, которые делали результат, у нас там, ну, что говорить, у нас была зависимость и от Мишеля, и от Егора была, то есть мы Мишель, и баланс этот делал, и большой объем Черновой, и много атак. В прошлом году он там, по-моему, лучшим по гол плюс пас у нас стал в команде, хотя, в принципе, играл там опорным полузащитникам. Вот, Егор также давал нам много возможностей, то есть если нас там поджимают, мы могли там где-то за счет длинных передач на Егора выйти. Вот сейчас чуть-чуть другой стиль, по-другому, ну, потеряли мы в качестве, я говорю, но заполнили это вот своими молодыми, поэтому, дай бог, наберутся опыта и, скажем так, забудем то, что когда-то у нас там. Результат делал Мишель и Егор, а будут делать результат свои ребята. Смотрел две игры буквально недавно, да, с лидерами областного футбола, будем так говорить, да, во Владимире, кубковая игра была с Владимиром, и выезд в Купреева. На мой взгляд, игры получились достаточно одинаковые, одинаковые они получились по забитым голам. То есть сначала Динамо выходит вперед, а потом где-то к 60-70-й минуте проседает и их добивают, да, то есть там решающую разницу делает соперник. Вопрос такой, а нет ли у тебя опасения, что, например, физики команды не хватает, благодаря тому, что играет много молодежи? Ну, соглашусь именно конкретно вот эти два матча, да, но там и не так много у нас замен, к сожалению, было. Вот, одна-две, то есть темп игры был такой, очень много без мяча приходилось бегать, конечно, то есть замены, ну, надо было бы побольше сделать. Вот, а то, что молодежь, ну, видишь, сегодня как бы не просели, я считаю, сегодня где-то в концовку была за нами, то есть в плане физической подготовки. Вот, то, что где-то, наверное, в конце и силеных побольше у нас осталось, чем у Зида, и поэтому, наверное, такой результат. Вот, но так, да, где-то с такими командами, когда уже усталость приходит и концентрация где-то теряется, и поэтому они там, уровень мастерства им позволял нас за это наказывать, когда где-то ты там метр-два не добежал, то есть ребята исполняют и забивают свои моменты. Как тебе соперник сегодня, Ковровский Зид? На мой взгляд, команда именно та, которая играет сама и позволяет играть сопернику. Да, соглашусь, то есть с ними приятно было играть, то есть и они с мячом пытаются там где-то владеть внизу, больше играть, мы также, вот, в такой грубости, такой именно, вот, агрессии, все было по-джентльменски, так сказать, вот, поэтому с такими командами, да, приятно, получаем удовольствие, вот, но, в принципе, и в Купреево то же самое, они там, ребята, ну, играют, понятно, тебе позволяет, так сказать, с мячом тоже играть. Ну, и давай закончим пару слов болельщиков, которые заждались, да, сегодня, победа, наконец-то, на их израненные. Кстати, посмотрел на ребят, да, которые активную поддержку делают, да, они ездят на выездные матчи, да, то есть Купреево это очень далеко для нашей области, да, несмотря на то, что, да, они проезжают, пару слов для них, для ребят. Да, я всегда говорил, что если по болельщикам, то вы, наверное, точно чемпионы области, вот, ребята, просто молодцы на каждый выезд, я не, ну, к нам только приезжали сюда, там, из Покрова, ну, где-то поближе, то есть, они, там, и в Эвис, и в Купреево, там, приезжаешь на стадион, они уже раньше нас там, уже тебя кричалками встречают, конечно, очень приятно, вот, поэтому и хотелось там сегодня, вот, за это их терпение, так сказать, вознаградить, вот, ждали они победы, там, я говорю, мы перед каждой игрой, там, с ребятами, нам самим неудобно перед ними, вот, когда мы проигрываем, и, конечно, спасибо им огромное, вот, мы чувствуем их поддержку, и она, вот, ну, не дает нам расслабиться, и придает нам только сил, вот, всегда бьемся за них, ну, и еще раз в этот, в этом году, такой, надо будет запастись им терпением, вот, вот, но руки мы никогда там опускать не будем, всегда до конца будем биться за них. Спасибо, Артем, удачи! Спасибо, Артем! Спасибо, Артем! Субтитры создавал DimaTorzok